Здарова, народ! Новье подъехало! Рад вас видеть! Как насчет того, чтобы намутить немного атмосферы киберпанка в простом русском дворе? На самом деле схема работы достаточно простая. Сначала вам нужно сделать два кадра, желательно со штатива, либо с рук, но с минимальным сдвигом. Находите место, где есть бордюр и фоткайте таким образом, чтобы все ненужное в виде скамеек, турничков, деревьев и мусорок скрывалось за горизонтом. Рабочая схема. Потому что если фоткать в лоб, то получается примерно вот такое. Слишком много лишнего. Первая фотка должна быть с моделью, а вторая с того же ракурса, но чистая. Проект несложный, но достаточно объемный по слоям. Те, кто любит порисовать, знают, что иногда такое чревато лагами. Если вы все чаще стали замечать, что подвисают проекты, то как бы банально это ни звучало, то, скорее всего, пора обновить комп. При этом, если творчество для вас не просто хобби, а еще и работа, то нужна не просто рабочая машина, а комп, подходящий под ваши нужды. Например, отличный вариант для работы с графикой предлагает HyperPC. Их профессиональная серия Pro – это оптимальный выбор для множества творческих задач. Серия Pro создана на базе мощных видеокарт NVIDIA RTX, что очень круто, потому что те, кто работает с 3D, фото и видео, знают, что графические процессоры NVIDIA RTX значительно ускоряют работу приложений для создания контента. Другая крутая штука – это специальные драйвера NVIDIA Studio, которые установлены во все ПК серии Pro. Они оптимизированы для работы с творчеством и отслеживают обновления ПО для Adobe, Autodesk и многих других. Всего приложений более 200. Также, что очень удобно, на сайте вы можете подобрать себе ПК по направлению, выбрать наиболее заточенный под ваши задачи. Если это для вас актуальная тема, то оставлю ссылку в описании. Кликайте, смотрите, изучайте. Для начала я закидываю две картинки в один документ. Затем нужно отделить себя и бордюр от фона на фотки со мной. Естественно, лучше это все делать на маске, чтобы потом можно было легко поправить косяки. В итоге получается вот как-то так. Затем я создаю кривые над фоном и немного затемняю здание. Используя LASA Tool, удаляю небо. Создаю новый слой и делаю временную заливку. Потом я решил, что хочу исправить перспективу и выровнять дома. Делается это просто. С зажатым Ctrl двигаете углы элемента. Не забудьте поставить галочку Show Transform Controls и все будет окей. А дальше, господа, начинается магия вне Хогвартса. Просто набрал в Яндексе по-английски «Ночные здания текстуры». И ищу максимально плоские фотки ночных фасадов с горящими окнами. После того, как определился с выбором, выбираю фрагмент и трансформирую нужным образом. Такой методой строится небоскреб. Сначала ставлю левую сторону, потом правую. Можно также затемнить кривыми, чтобы эти части не выделялись на фоне уже стоящих домов. Чтобы было удобнее, используйте LASA Tool. Просто ставьте направляющие, опираясь на оригинальную перспективу. И по ним делайте новые здания. Продолжение следует... Далее я нашел прикольную картинку с небоскребами, сделал несколько копий и раскидал по фону в разных местах. Таким образом, чтобы создавалось ощущение, что там целый город. Ну и потом быстро избавился от фончика. И наконец-то перешел к неоновым вывескам. Тут тоже все достаточно просто. Находите нужные вам вывески, перекидываете в фотошоп, удаляете LASA Tool'ом ненужное и распределяете по фотке. Также очень хорошо работает наложение через скрин. И не стоит забывать про воздушную перспективу. Самый быстрый и простой способ добавить глубины, это создать новый слой и большой мягкой кисточкой закрасить дальние здания близким к нему цветом. А потом просто понизить яркость слоя. Применяйте привязку к слою через Create Clipping Mask, чтобы лишнее не выходило за края зданий. Далее я подобрал подходящее ночное небо и задумался о том, что на небоскреб просится вывеска со смыслом. Поэтому время гениальных решений. Зашел в Google Переводчик и набрал фразу по типу «это просто неоновая вывеска на здании». Перевел на китайский, скопировал в фотошоп, перевернул и растянул высоту. Вуаля, готово. Для создания эффекта свечения достаточно сделать копию слоя, перевести в режим наложения скрин и размыт через Gaussian Blur. Для усиления эффекта просто создайте еще пару дубликатов. Все то же самое можно повторить с другими вывесками. После этого в самом верху создаю Hue Saturation и применяю Create Clipping Mask к переднему плану и немного сдвигаю Hue, чтобы покрасить цвет от фонаря в красный. И согласитесь, уже намного атмосфернее. Поскольку вывески достаточно яркие, логично, что они должны освещать часть зданий. Поэтому создаю новый слой, ставлю режим наложения Overlay и прохожусь мягкой кистью вокруг вывесок. Цвет выбираю исходя из цвета вывески. Затем я нашел в интернетах вышку PNG, закинул в туман на задний план и стало еще круче. В процессе работы решил сделать лужу с отражениями. Для этого создаю новый слой, беру LASA Tool и рисую форму. Затем заливаю любым цветом. Нужно сделать копию всех слоев и объединить в группу. Сделать копию можно на сочетание клавиш CTRL плюс J. И затем слить на CTRL E. Вначале я забыл про себя в отражении и сделал все то же самое, только со слоями за передним планом. Чуть позже я это исправлю. Затем все это переношу над слой с лужей. Нажимая правой кнопкой мыши, выбираю Create Clipping Mask. И заодно отражаю по вертикали. Потом можно объединить только передний план. Также сделать копию и размыть через Lens Blur. Создать маску и стереть верхнюю часть. Таким образом вы получите глубину резкости. И таким же способом размываем задний план. В целом все готово. Осталось подрисовать немного рефлексов от вывесок на бордюре и на себе. Покрутить цвет, контраст в кривых и все. Если вдруг вам не хватает неонового свечения, то просто создаете новый слой. Режим наложения Screen. Берете цвет и сверху большой мягкой кисточкой на прозрачности процентов 15-20 слегка дорисовываете это свечение. Обязательно делайте свою версию. Отмечайте меня в инстаграм. Уже интересно посмотреть, что у вас получится. Ну, в общем-то и все. Я пошел играть в киберпанк. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok